Добрый день, наши дорогие зрители и подписчики! Тема нашего сегодняшнего обзора – навес для автомобиля или гараж. Что выбрать, а также плюсы и минусы каждого из них. Очевидно, что автомобиль сейчас есть практически в каждой семье, а часто даже не в единственном экземпляре. К тому же, современное авто – это не только удобство передвижения, но и определенное вложение капитала. Поэтому любой сердобольный хозяин авто заботится о своем железном друге и помощнике, стараясь в меру сил и возможности оберегать его от различных повреждений в момент простоя. А также природных воздействий в виде града, снега, морозной погоды, веток деревьев и так далее. Для такой защиты можно использовать навес или гараж. Давайте теперь поподробнее разберем оба варианта. Итак, что же такое навес? Мы уже разбирали различные навесы в наших обзорах, но немного повторюсь относительно основных понятий. Сам по себе навес может быть выполнен как отдельно стоящим сооружением, так и в качестве пристройки к зданию, являясь продолжением крыши, например. Для покрытия навесов используют различные материалы. Наиболее распространены сотовый поликарбонат, профнастил, андулин, ну и другие виды покрытия. В зависимости от того, нужна ли вам затененность или нет, выбор может пасть на глухие материалы или полупрозрачные. Пристройка к уже готовому зданию – наиболее сложный способ введения навеса. Для установки отдельно стоящей конструкции требуется большее количество опор и, соответственно, более основательный фундамент. К достоинствам навеса стоит отнести несложное возведение всего в несколько этапов, как то подготовка фундамента, сборка каркаса и монтаж кровельного материала. Налицо экономия времени и финансов при установке такой конструкции. К тому же навес занимает на участке мало места и является достаточно легкой конструкцией, не загромождая окружающее пространство. К недостаткам стоит отнести его продуваемость, отсутствие полной закрытости от внешних воздействий. Но, с другой стороны, обычно те, кто ставит такую конструкцию, понимают, что она рассчитана именно для укрытия авто. Полноценный ремонт под навесом будет произвести сложно, особенно зимой. Если же у вас цель создать закрытое здание для автомобиля, вам нужен гараж. Постройка капитальная, занимает на участке немало места и требует соответственных временных и финансовых затрат на строительство. Гаражи, как и навесы, могут быть построены отдельно от дома и являться пристройкой к строению, или быть частью дома. Такие гаражи продумываются, как правило, еще на этапе проектирования строительства самого дома. Наиболее дорогие – это, конечно, гаражи, которые являются частью дома. Но, конечно, обслуживать свой автомобиль в таком сооружении максимально удобно, так как отопление, электричество и прочие коммуникации закладываются еще на этапе строительства и являются единой системой с жилым домом. Для отдельно стоящих строений, конечно, потребуется проводить отдельные коммуникации. Электричество, воду, если есть необходимость, ну и так далее. В отличие от навеса, возведение гаража – процесс куда более трудоемкий и финансово затратный. Этапы строительства гаража – это, во-первых, возведение полноценного фундамента. В отличие от точечного бетонирования столбов или просто забивания опор в грунт, как в случае с навесом, гараж требует полноценного монолитно-ленточного фундамента. Далее необходимо оборудовать пол вашего гаража, что также весьма затратное дело. Бетонирование, гидроизоляция, а также укладка плитки для придания внешнего лоска и отсутствия лишней грязи. Стены. Материал для возведения стен тоже очень разнообразный. В данном случае мы не рассматриваем железную коробку-ракушку, а говорим о полноценном строении. Ну и, наконец, крыша – односкатная или двускатная. Как видите, в плане экономии финансов и времени навес выигрывает. В плане надежности и закрытости, а также удобства коммуникации, на первое место выходит гараж. Впрочем, выбор всегда за вами. Присылайте нам фото и видео своих гаражей и навесов, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока!